Я планировал путешествовать дальше, но пока что задержался тут. Пока что мне все нравится здесь. Хочется изучить язык, культуру, пожить здесь. Грустить не из-за чего. Все живы-здоровы у меня из близких. У меня никто не умер, никто просто внутри. Тяжеловато. Я иногда периодически новости почитываю, снова погружаюсь стрессом. Зачем-то. Я вот отписался от новостных пабликов, но... В один день знакомых моих, моих двоих знакомых. Забрали. Вот. Которых я тренировала. И поэтому мы 22-го приняли, что возможно мы уезжаем. А 23-го я уже купила билеты. Мы ехали в неизвестность, потому что я вообще не слышала об этой стране. То есть никак. Ну, я вообще здесь законно все равно нахожусь, потому что пока рассматривается ВНЖ, я все равно могу находиться. Но как оно закончится, вот это я пока не знаю. Что дадут, не дадут. Вы думали насчет того, что будет, если не дадут? Ну, тогда придется покидать страну. Но явно не в Россию, конечно, поеду. Куда-то дальше надо будет двигаться. Сдают в аренду, да? И ставят свет. И сами они давно не снимали. Мы против принудительной мобилизации, потому что это урожение прав. И вообще вся эта история нам не нужна совершенно. Такая паника вообще была в Лануде. Очень сильная. В Фрибурятие есть организация. Они там организовывали бесплатные автобусы. Все, кто мог, как-то уезжал. Потому что ночью же они приходили с повестками. И моим знакомым тоже ночью приходили. Насколько вы здесь? Мы не знаем. Ну, виза у нас до 24 года января. Так что мы точно здесь до 24 января. При каких условиях ты готова вернуться в Россию? Ну, я пока не особо готова вернуться. Наверное, самая важная такая причина, по которой я готова буду вернуться. Если в России будет что-то плохо с мамой, то я обязательно вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...